Присоединение Крыма к России, да, это безусловно некий такой исторический поворот в развитии современной России. Это безусловно в том числе и установление некого нового статуса страны. Но есть и другая сторона медали. Регион сильно дотационный. И по экономике России на сегодняшний день это скорее нанесет какие-то, даже не кратковременные, но все-таки потери. Потому что прежде чем этот регион будет приносить какие-то там прибыли или еще что-то, это еще вопрос времени. А ближайших лет 5-7 в него надо вкладывать, его надо развивать. Для многих это кажется нецелесообразным, но с другой стороны целесообразно одно. Любая держава, особенно большая держава, которая является Россией, всегда с пиететом относится к территориям, которые связаны с контролем за морскими путями. Поэтому Крым, который был в общем-то изначально территорией Российской Федерации, там были какие-то исторические коллизии, в силу которых, да, вы помните, сначала Хрущев его как бы подарил, потом его забыли определить, когда делили Советский Союз по пьяни, ну всякое было. Но на сегодняшний день это основной форпост Черноморского флота Российской Федерации. И это как раз тот важный момент, который многим не дает уснуть на Западе, и ради которого в регион будут вкладываться средства. Пусть даже временно это вызовет какие-то трудности, но в общем эти трудности сопоставимы, с этим можно справиться. Выиграла ли Россия дипломатически? Понимаете, есть в современной дипломатии, да и в истории, две единицы измерения этих выигрышей. Краткосрочная перспектива и долгосрочная. В краткосрочной перспективе мы нажили на свою голову кучу проблем. Но в долгосрочной перспективе я считаю, что это все-таки выигрышный ход.